Гонка вооружения, она, вернее, предпосылки к новой гонке вооружения были созданы после выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне. Это очевидная вещь. Когда одна из сторон в одностороннем порядке вышла из этого договора и сказала, что она будет создавать для себя зонтик антиядерный, то вторая сторона должна либо создавать такой же зонтик, в чем мы не уверены, нужно ли это делать, имея в виду пока сомнительную эффективность этой программы, либо создавать эффективные средства преодоления этой системы противоракетной обороны и совершенствования ударных комплексов. Что мы и делаем. И делаем успешно. Не мы это придумали, мы вынуждены отвечать на этот вызов. То, что мы продвинулись достаточно далеко по этому направлению, да, мы делаем это, делаем это эффективно, но в рамках наших договоренностей, я хочу это подчеркнуть, мы ничего не нарушаем, в том числе и СНВ-3. Все договоренности по количеству носителей и боезарядов полностью соблюдаются. Значит, совсем недавно, совсем недавно, американские наблюдатели сидели на наших ядерных заводах и смотрели, как производятся там у нас ракеты и ядерные заряды. Никто об этом не подзабыл, нет? И вместо того, чтобы вот в таком режиме сохранять наши отношения, СНВ-3 вышли из договора по ПРО. Не мы же это сделали. Поэтому, да, но мы продвинули в совершенствовании наших систем ядерные триады. В том числе в плане преодоления ПРО. Она, эта система, гораздо эффективнее, чем сама противоракетная оборона на сегодняшний день. Это правда. Но это может быть и вызывает желание в Соединенных Штатах совершенствовать свои ядерные арсеналы. Ну, да, мы знаем. Но так они это делают. Вот, скажем, замена тактического ядерного оружия, расположенного в других странах, в том числе в Европе, в том числе у вас, в Великобритании. Она же происходит. Это же делают. Я надеюсь, что слушатели и зрители ваших программ и пользователи интернета знают об этом. В Турции, в Великобритании, в Нидерландах происходит замена тактического американского ядерного оружия. Поэтому, если уж и кто-то разгоняет гонку вооружения, то не мы. Но хочу подчеркнуть, это тоже очень важно уже для внутреннего нашего потребления, внутриполитического. Мы никогда не пойдем на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружения, тратить такие ресурсы, которые нам не по карману. Я вот отвечаю вначале на ряд вопросов, которые здесь прозвучали. Уже сказал, у нас в 2011 году расходы на оборону были 2,7%. В этом году 4,7%, но уже в следующем будет 3,3%, а к 2019 мы 2,8%. И так мы будем эту планку сохранять. Потому что мы уже сделали необходимые вещи для того, чтобы выйти на такой тренд модернизации, которая должна привести к тому, что у нас к 2021 году 70% будет новейших и новых вооружений. Сейчас это где-то уже под 50% в отдельных сегментах, под 60% в ядерной составляющей, там 90% уже. Поэтому нас все устраивает, мы полностью реализуем все свои планы. Что касается вмешательства и того, о чем мы говорили с президентом Обамой. Если вы обратили внимание, я никогда не говорю о том, что мы с глазу на глаз говорили со своими коллегами. Вот первое о вмешательстве. Я уже говорил, что и вот одному из ваших коллег из Соединенных Штатов отвечал, проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне. Лучше бы искали в самих себя эти проблемы. Вот и все время забывают о главном. А что является главным, на мой взгляд? Вот какие-то хакеры вскрыли, допустим, почту руководства Демократической партии США. А и какие-то хакеры это сделали. Ну, как совершенно правильно сказал избранный президент, кто знает, что за хакеры? Может, они в другой стране находились, а не в России. Может, и кто-то просто лежа на диване и в кровати это сделал. А сейчас ведь очень легко показать страну происхождения атаки, будучи совсем в другом месте. Но разве это главное? Главное, на мой взгляд, это суть информации, которую хакеры предоставили общественному мнению. Они что, разве что-то там скомпилировали, подтасовали? Да ведь нет. И лучшим доказательством того, что хакеры вскрыли правдивую информацию, является что? Что после того, как хакеры показали манипуляцию общественным мнением внутри Демократической партии одного кандидата против другого, против господина Сандерса, руководитель Национального комитета Демократической партии подала в отставку. Это значит, что она признала, что хакеры показали правду. И вместо того, чтобы извиниться перед избирателями и сказать, ну, простите, черт попутал, больше не будем, исправимся, вместо этого начали кричать по поводу того, кто произвел эти хакерские атаки. Разве это важно? Ну, а что мы говорили между собой с президентом Обамой, я повторю еще раз, я никогда об этом публично не говорю. Это мое правило. Мне известно, что о том, что мы якобы обсуждали с господином Обамой, сказал его помощник публично совсем недавно. Ну, спросите моего помощника, он вам ответит. Господин Песков здесь находится. Спасибо.